Я не думаю, что церковь в это вмешивается. Я думаю, что здесь просто вопрос в том, что если государство дает, финансирует театру бюджет, то, наверное, надо учитывать все слои публики, которые приходят. А если ты авангардист, если ты делаешь даже... Ну, это должно быть в каком-то другом частном, может быть, театре. Или, может быть, специально. Может, перед этим провести какую-то пресс-конференцию, поговорить об этом. Я думаю, что это просто... На самом деле, если бы это не раздули бы, может, никто бы не пошел больше, допустим. Но с другой стороны, есть вещи, кто платит, тот и музыку заказывает. А если ты делаешь то, что это вызывает даже у десяти зрителей протест, значит, ты посигнал на то, что тебе не принадлежит. Вот просто это этика, то, о чем мы говорили. И культура, и этика, традиции, и понимание, что... И потом есть вещи запрещенные. Есть вещи запрещенные. И церковь не против, насколько я понимаю, а против некомпетентности, некорректности и неуважения. Прежде всего, к людям, которые пришли в зал, и которые просто получили порцию, да, допустим. Поэтому, я думаю, это то, к чему мы возвращаемся опять, начиная от первой части. Нам нужно немножечко быть повнимательнее к тому, что мы делаем. Время меняется. Вот это «ага», которое было, оно немножко закончилось. Сегодня другая тема жизни. И, наверное, вот в этом есть ответ. Мой ответ. Я не претендую на Исненово в первой станции, но мне кажется так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!